Так, здорово, пацаны! Короче, такая тема. Сегодня целый день записывал туториал про то, как сделать логотип в KUJI подкаст. Я просто сейчас посмотрел, исходник длится 2 часа, но дело в том, что после того, как я его записал, я обнаружил, что звук не записался. Это просто хана. Сегодня видео не такое быстрое, как было на днях, где я рассказывал... Я очень извиняюсь, звук не записался, но он записался из хват экрана у меня был с ноутбука. Какой-никакой, как бы видео было все экспромтом, поэтому я не хочу дальше записывать. А темой сегодняшнего видео будет, как делается логотип KUJI подкаста. Я не знал, что это за подкаст, вот впервые посмотрел, у них классный стильный логотип. Сегодня расскажу, как сделать его в Final Cut. Короче, разбираться буду прямо сейчас, так сказать, в прямом эфире. И, если честно, я заморочился, нашел их фирменный стиль. Вот он, он находится на сайте behance.net. Здесь объясняется все, какие шрифты, какие цвета. Да, очень интересно, если кто-то заинтересуется, могу скинуть ссылку, посмотрите. Честно, ни одних выпусков я не смотрел, не знаю, о чем идет речь. Как правильно понял, здесь типа какие-то вот комики, короче. Ну вот они все, да, втроем. Да, типа вообще на маоскосвета похож. Самое сложное, что я действительно не смогу повторить, это вот фирменный знак, в котором как раз-таки написано слово KUJI. Оно сделано из таких линий. Кстати, здесь вот есть такой использовался шрифт. Это шрифт Gilroy Extra Bold. Шрифт бесплатный, я его скачал уже, поставил Final Cut, поэтому сейчас будем пробовать. Короче, видос, скорее всего, будет длинный, потому что, как вы сказали, не репетировал. Я примерно представляю, как можно сделать и покажу некоторые элементы из этого логотипа, которые можно повторить в Final Cut без труда. Первое, что мы видим, это такой всплывающий квадрат, который нас относит во времена каких-то 8-битных историй. И дальше название подкаста. После этого у нас вылазит само название, это KUJI. Сделать это несложно, сейчас покажу, как. И оно начинает у нас мерцать. Вот, все это делается по типу, как делаются неоновые вывески в Final Cut при помощи обводки glow и всяких разных вот этих цветовых эффектов. Ладно, давай, погнали. Короче, первое, что нам нужно, это квадратный элемент. Я хочу его взять, находится у нас сюда во вкладке элементы. Это у нас Shape. Я уже с ним рассказывал как-то раз про то, как делать логотип Питера Маккинона. Это у нас элемент, который превращается в разные геометрические фигуры. Здесь и круг, и квадрат, и какой-то бриллиант. И вот нам нужен ректэнгл. Это у нас прямоугольничек. Убираем отсюда вот здесь fill, заполнение. Убрали. Первое, что я хочу сделать, это уменьшить размер. Уменьшить размер можно выбрав вот сюда, здесь, скажем. Либо выбрать здесь transform, либо горячей клавишей shift-t. Лучше делать сразу же горячей клавишей. И просто тянем и уменьшаем размер, примерно, какой у нас получается. Вот так сужаем. Подносим сюда. И здесь расширяем, чтобы он был у нас точно такого же размера. Именно в финальной точке, да, где у нас уже квадрат уже готов. Окей. Давай затемню. Здесь клавишей V. Теперь нам нужно подобрать тот же самый цвет. Цвет у нас делается в настройках вот здесь в инспекторе. Нажимаем прямо на квадрат. Важно нажать не на стрелочку сюда, а именно на квадрат. Нажимаем на квадрат. И здесь, чтобы полностью скопировать свет, жмем в образце цветов, нажимаем на пипеточку. И жмем вот сюда. Просто он такой, видишь, синеватый. Вот так, хоп. Все, свет взяли, точно такой же скопировали. Жмем down. Да, поместим его чуть повыше, вот так, чтобы мы могли сравнивать. Свечение я хочу взять его конкретно для этого шейпа, для квадрата. Попробую взять вот здесь в эффектах, в вкладке light. Есть такая у нас штука. Самое подходящее, конечно же, это glow. Мы его по-любому сейчас сюда вот так скинем. И что-то еще хочется. А, ну вот тазл. Вот такой, да. Видишь, он светится гораздо больше. Поэтому его тоже скидываем. Все, окей. Что-то у нас вырисовывается похожее, да. Давай-ка здесь попробуем изменить цвет свечения. Прям вот так сдвинуть немножко, да. Видишь, он прям вообще как, прям вообще копия получается. А дальше мы в вкладке transform нажимаем сюда. И просто убираем ее вот так. До самого нуля. Ставим ключевую точку. Передвигаем скиммер. То место, где он у нас заканчивается. И делаем 100%. Нажимаем V, чтобы посмотреть. Вот так он появился. Так, дальше вот эти вот внутри штуки, да. Линии вот эти. На самом деле, не знаешь, как кажется, это сделано. Просто-напросто можно скопировать вот этот шейф. С зажатой клавишей option. Но при этом сделать его просто меньшего размера. И внутри поместить его внутрь. Да, вот так, смотри. Чик. Каждый. Смысл в том, что нужно сделать много сейчас вот таких квадратов. Которые внутри будут также появляться. И их размер будет доходить до того же самого места, что и основной квадрат. Здесь сколько здесь штучек получается. Давай посчитаем. 8 прямоугольников. Для этого мы берем, короче, квадрат. Сделали его копию. И здесь нужно до конечной ключевой точки, где у нас заканчивается его последняя позиция. Я отступил немного и просто уменьшил скейл до 78%. Вот так это получилось. Теперь дальше берем через option, также копируем. Нам 8 штучек понадобится таких. Так, смотрим, что получилось у нас. Короче, если честно, я не хочу сейчас заморачиваться с подстройкой, прям делать точную копию таких же квадратов. Я думаю, что ты понял принцип, что нам нужно скопировать шейпы, составить их полочкой. И внутри каждого шейпа просто этот квадрат уменьшить и ключевыми точками его просто увеличивать. Принцип понятен. Теперь для того, чтобы у нас вот эта вся гигантская башня нам не мешала, все выделяем, нажимаем шант Г и делаем здесь название, квадрат, окей, и убираем его в компаунд клип. Короче, вот такая штука получилась. Дальше у нас появляются буквы. Здесь тоже, по сути, ничего сложного. Для того, чтобы здесь полностью так же сейчас скопировать, как у нас 100 появляется, я хочу на каждой букве поставить марк при их появлении. Смотри, вот появилась у нас S, ставим букву M. Как мы сейчас наметим, да, смотри, S, потом сразу же T и мигает, как будто бы это неоновая вывеска. Сейчас добавляем сюда текст, это у нас Ctrl-T. Добавили кастомный текст, уменьшаем немножечко, здесь обрезаем, вот так, чик. Пишем здесь окей, пишем подкаст, слово на английском языке, подкаст. Проводим, так, выбираем шрифт. Шрифт у нас, слово подкаст у нас гиврой, выбираем гиврой, можно просто написать, окей, нажали, я думаю, что это все заглавные буквы, чтобы их сделать, здесь нажимаем, ставим галочку All Cups, видишь, уже похоже, поместим его сразу сюда, в центр. Можно просто перенести, никакие трансформы не зажимать. Так, здесь у нас трекинг, по-любому расширяем, делается это вот тут, увеличивает расстояние между буквами, еще больше расширяем, расширяем. Вот, 122 трекинг, 59 размер, даже, наверное, еще размер можно еще меньше. Вот так. Теперь нам нужно подобрать свет. Цвет мы делаем в Face. Выбираем также образец света, берем вот отсюда. Он у нас такой, здесь нужно подрепетировать вот так, вот так чуть-чуть в световом круге. Он, видишь, такой белый, такой синий. И здесь дальше, я думаю, что можно поставить галочку Glow свечением. Да, а он, видишь, он еще больше у них светится, поэтому мы берем эффект Glow тот же самый, чтобы добавить этого свечения. Ставим, переносим сюда. И, как ты можешь заметить, он у нас стал больше светиться, но при этом он у нас стал такого более белесого цвета, белого. Более-менее похоже. Теперь смотри, очень просто, что мы делаем. Там, где мы наметили марки, нам нужно по-хорошему каждую букву отделить, да? Блин, а может, как это сделать? Я думаю, что нужно скопировать слово подкаст на количество букв. Это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь сделать. А, кстати, восемь квадратов было, и восемь букв, видишь? Восемь вот таких вот сделать столбиков, чтобы она появлялась отдельно, да. Копируем, короче, делаем восемь столбиков. И вот теперь самое интересное будет. Нам нужно, чтобы у нас в каждом слове, в каждой вот этой палочке текста осталась всего лишь одна буква. Но запара в том, что, смотри, когда мы будем удалять, у нас будет каждая буква наша смещаться. Для этого мы увеличиваем на 200%, вот так максимально делаем каждую букву. Мы будем переносить вот сюда. Делать это при помощи позишена. Появилась у нас буква П, а потом откаст. И теперь нужно каждое слово вот так поставить только лишь по одной букве в каждой вот этой штуке. Обязательно делай это вот здесь во вкладке позишен. Руками ты это сделать не сможешь. Это нужно здесь делать точно, стрелочками. Очень аккуратно. Ну вот, сделали у нас теперь каждая буква появляется отдельно. И вот смотри, что происходит. Если мы запускаем просто, то у нас просто пишется, видишь, подкаст по одной букве. Но нам хочется, чтобы у нас буквы появлялись в разброс. Для этого первое у нас появляется С, П мы затемняем, ищем, где у нас С. Видишь, у нас даже каждый столбик у нас подписан. Соответственно, мы остальные буквы В затемняем, оставляем С одну, появилась С, потом сразу же за ней идет Т. Растягиваем, проявляем. И дальше прям по кадру двигаемся. Потом у нас появляется О и С. Также здесь сокращаем до нужного нам момента. Проявляем, удлиняем, проявляем. Смотрим по кадру, что получается. Потом у нас О и С исчезли. Выделяем О и С. Нажимаем Command-B. У нас разрезается сразу же две буквы. Затемняем их. И берем, у нас появляется П. Сокращаем. Проявляем. И потом они здесь на самом деле в разброс все появляются. Я думаю, что принцип ты уже понимаешь. Блин, раньше, короче, по клавише B в Final Cut была бритва появлялась. Сейчас ножницы. Мне так не нравится вообще, что так некрасиво. Так, ну вот, в общем, я нарезал тут букв. Сегка быстровато, да? У них, по-моему, там помедленнее все происходит. Хотя нет, у них точно так же. У них единственное, вот в конце, видишь, T мигает. Это сделать типа супер просто вообще. Через один кадр берем вот так. Разрезаем букву T. Я думаю, что этот принцип понимаешь. На самом деле, что понятно, я объясняю или нет. Немножко долго, потому что все экспромтом, я не готовился. Все это убираем в Compound Clip. Option G. Обааа. Делаем слово подкаст. Пишем, чтобы все аккуратненько должно быть на таймлинии сложно, чтобы никакого протока не было. Подкаст, все помигало. И вылазит у нас основной титр. Это Куджи подкаст. Тоже это несложно сделать. Давай Ctrl T. Сразу же скинулся текст. Набираем слово Куджи. Что-то я на самом деле не знаю, что это за такой шрифт. Потому что это по-любому не Гилл Ройт. Потому что он отличается, это видно. Вот мы набрали Гилл Ройт, да? Окей, все заглавные. Вот, видишь, какая К, да? И какая G. Ну, то есть совершенно отличается. Поэтому я предлагаю подобрать какой-нибудь другой. Например, давай пробуем. Вот Монтесарад можно попробовать, да? Наугад, на самом деле. Сейчас просто, вообще, с первого раза. Отвечаю вообще серьезно наугад. Это один из моих любимых шрифтов. Если кто-то давно смотрит канал, у меня практически везде используется. Монтесарад, либо Бибас, либо Юнисанс еще. Либо робота. Конечно, вот 4 шрифта я использую. Смотри, практически похоже. G такая же, да? Практически. Окей, так, взяли, положили широкую на широкую. Смотрим, откуда он вылазит. Вылазить он начинает вот отсюда. Нам нужно просто поднять наше слово, чтобы вылезло отсюда. Делать с ключевыми точками. Вот здесь в позишине по оси Y. Ставим ключевую точку здесь в начале. Окей. Потом двигаем скиммер на место, где у нас вылезло, как в основном логотипе, слово KUJI. Оно, так видишь, медленно вылазит. В нашем слое мы берем вот так же, поднимаем его сюда. Заверяем, что получилось. Вот так оно вылезает. Но теперь нам нужно его скрыть. Скрывать мы будем его маской. Для того, чтобы нам его чем-то перекрыть, мы возьмем какой-то генератор кастомный, да? Серую, черную область, вернее, которую мы его закроем. Я ее помещу, помещу ее под все. И туда же помещу вот это слово, тут же под каст, под него. Принцип, короче, такой, что у нас само слово вылезет из-под этого кастомного вот этого элемента, из этой области. Для этого возьмем, нанесем маску в кастомный генератор, поставим ее в начало. И здесь обведем маской примерно вот такой квадрат по размеру нашего слова. Смотрим, что получается. Вот такая получается штука-дрюка. Здесь, на самом деле, в маске можно добавить какой-то физера для того, чтобы, видишь, сделать такой, оттенить вниз. Да, видишь, чтобы края были не острые, а чтобы немного такая тень была симпатичнее смотрится. Дальше самая вот эта основная запарная штука, которую я, на самом деле, не хочу в этом туториале рассказывать, потому что это будет реально очень долго. Это вот этот светящийся эффект. Я думаю, что ты понял уже, как сделать. Это делается эффектом glow и только разные цвета. Давай сделаем один какой-нибудь цвет, возьмем цвет, выберем какой-нибудь вот такой. Сделаем эффект glow также. А, видишь, он поднимается бесцветный, поэтому здесь он будет подниматься у нас такого серого цвета. И здесь возьмем вот этот цвет серый. Да, вот такой. Видишь, весь прикол в том, что у них шрифт этот интересный, порезанный на линии. Он, конечно, классно смотрится. А следующий, видишь, фрагент, он у нас прям будет такой яркий. Здесь мы просто возьмем так же кусок нашего текста, обрежем его в несколько фреймах вот так. Сделаем какой-нибудь яркий цвет и нанесем эффект glow, который ты уже знаешь, он находится в light. Блин, ну у него прям такое свечение сильное, как они так сделали. А, ну вот, вот здесь. Эффект dazzle. Видишь, как он может светануть. Посмотрим, что вообще получается. Я думаю, что тебе уже понятно, что здесь для того, чтобы сделать, чтобы он мигал, нужно так же текст просто разрезать и вставлять какой-нибудь в промежутках цвет другой. Цвет текста меняешь. Ну, здесь нужно, конечно, чаще делать это через каждый фрейм желательно. У меня здесь большие такие отрезки получились. Я тебе здесь объясняю просто принцип. Надеюсь, тебе уже, на самом деле, понятно, как сделать такой. Дальше, что у нас здесь еще имеется такого интересного. Это у нас подложка, которая есть уже у всех. Это под старый телек. Возьмем в моей секретной папке для монтажа ее. Glitch pack. И отсюда можно взять какой-то, какой глитч. Подложить его по всей длине. Мне не нравится, что он так сильно шумит, поэтому я хочу уменьшить opacity примерно настолько. А, видишь, здесь у меня смазка. Да. Короче, до этого момента была вот такая серая область, которая как бы перекрывала наш оверлей. И для того, чтобы ее убрать, я просто ключевыми точками в маске, где у нас control point, чтобы маска поднялась и освободила это место из затемнения. Давай еще раз посмотрим, что получилось. Ну, как-то так. Что, я думаю, все понятно. Дальше мигание просто делаешь, нарезаешь, нарезаешь, нарезаешь по одному кадру. И просто каждый титр следующий меняешь на другой цвет. У тебя появляется такое отмерцание. А за счет того, что у тебя наложен эффект glow, он будет появляться с течением. Поэтому я думаю, что тебе уже все понятно. В моей книге, если такое понравилось тебе, пиши в комментах еще, что бы ты хотел разобрать. Разберем обязательно. Чем смогу, помогу. Ну, не все знаю я про Final Cut. Как видишь, ну, какие-то элементы показать могу. Так что, все. Хороших монтажа. Классных кадров. И где крышка? Пока.